Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению премьер-министра Японии Синзо Абе находится в этой стране с официальным визитом. Сегодня глава нашего государства провел ряд встреч и переговоров в Нагое и в Токио. Наши корреспонденты сообщают с мест основных событий. Япония – страна с высоким уровнем индустриального и научно-технологического развития. Она занимает третье место в мире по номинальному значению волового внутреннего продукта, входит в Большую Семерку. Узбекистан – страна с ускоренно растущей экономикой, огромным потенциалом и четко выстроенной политикой укрепления многопланового сотрудничества на международной арене. Эти факторы, определяющие в нынешнем стремлении к построению многогранных взаимовыгодных связей между нашими странами. Ведь, несмотря на огромный потенциал, до сих пор отношения так и не получили истинного развития. Импульсом исправить ситуацию стали масштабные реформы, проводимые в Узбекистане под руководством нашего президента. И сейчас, прямо скажем, некогда присутствовавшее недоверие сменяется пониманием и уважением. Как говорится, табула раса, с чистого листа. Именно так эксперты описывают нынешний официальный визит главы нашего государства в Японию, призванный дать старт совершенно новой истории отношений. Город Нагуя, в котором развернулись события первого дня визита, расположен в префектуре Аичи. Это центральная часть Японии. По объему волового внутреннего продукта в более чем 375 миллиардов долларов префектура занимает второе место после Токио. Основными отраслями экономики региона являются автомобилестроение, производство аэрокосмических, керамических изделий, металлургия, сельское хозяйство. То есть сфер, в которых партнерство может развиваться немало. В этот день, 18 декабря, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев в отведенной для него в городе Нагуя резиденции принял губернатора префектуры Аичи Хидеаки Оумуру. На встрече отмечалось, что за последние 2-3 года обмен в политической, межпарламентской, экономической и культурно-гуманитарной сферах чрезвычайно возрос. Взаимные визиты делегаций Узбекистана и Японии на различном уровне способствуют наращиванию эффективности контактов. Губернатор префектуры Аичи, в свою очередь, подчеркнул, что данный визит является историческим событием в двусторонних отношениях и благоприятной возможностью для дальнейшего многопланового и взаимовыгодного партнерства между нашими странами. Да, интерес в установлении прямых связей взаимен. В ходе диалога состоялся обмен мнениями по вопросам налаживания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия между крупными компаниями и областями нашей страны и префектурой, реализацией перспективных совместных проектов. Следом, глава нашего государства принял мэра города Нагуя Токаси Кавамуру. В ходе беседы отмечалось динамичное развитие дружественных отношений со страной восходящего солнца в различных сферах. Подчеркивалось, что стратегическое партнерство выходит на качественно новый уровень. Баловой внутренний продукт Нагуя административного центра префектуры Аичи превышает 117 миллиардов долларов. Основными отраслями промышленности региона являются машиностроение, металлургия, химия, нефтепереработка, текстиль, легкая промышленность. Нагуя, к тому же, один из крупнейших портов Японии, через который ежегодно проходит свыше 110 миллионов тонн груза. В рамках официального визита подписано соглашение о сотрудничестве между городами Ташкент и Нагуя. Токаси Кавамура выразил надежду, что это только начало, ведь Нагуя играет особую роль в узбекско-японских отношениях. Мэр города высказал полную поддержку прямых связей между регионами наших стран. Глава нашего государства отметил, что узбекская сторона заинтересована в расширении сотрудничества с Нагуей, в первую очередь, в сфере высоких технологий и активизации обмена инновационным опытом. На встрече обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в машиностроительной, нефтехимической, текстильной отраслях, в сферах переработки сельскохозяйственной продукции, туризма, транспорта и производства строительных материалов. Да, Нагуя — это промышленный и научный центр страны восходящего солнца, но также он знаменит уровнем образования. Здесь функционирует более 20 вузов, и среди них есть особый. Университет Нагуя — один из престижнейших в мире. Он занимает 90-е место в мировом рейтинге высших учебных заведений, 10-е место в Азии, 3-е место в Японии. В нем обучались множество выдающихся ученых. Шестеро из выпускников университета стали лауреатами Нобелевской премии в области физики и химии. Университетом Нагуя налажено сотрудничество с более 10 высшими учебными заведениями нашей страны. В настоящий момент в Нагуйском университете обучается 37 молодых людей из Узбекистана. Глава нашего государства ознакомился с деятельностью вуза. Встретился с его президентом Си-Чи Мацу. В ходе диалога руководитель подчеркнул. Мы особенно ценим ваш значимый клад в развитие научного сотрудничества с Узбекистаном. Ваш визит в нашу страну в прошлом году совместно с Нобелевским лауреатом профессором Найори стал важным событием для научной жизни нашей страны. Кстати, достойный вклад Си-Чи Мацу в развитие науки Узбекистана был оценен. Недавно научным советом Таркенского государственного технического университета профессор был избран почетным ректором университета. А профессору Найори Академии наук Узбекистана присвоено звание почетного академика. В ходе диалога затронута история Ногойского университета и, конечно, перспективы развития связи. Следом состоялось еще одно знаковое событие с участием руководства лауреатов Нобелевской премии, ученых, профессоров и преподавателей, студентов данного учебного заведения. Независимым решением научного совета по вопросам образования и науки университета Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мерзиёеву присвоено звание почетного доктора Ногойского университета. На торжественной церемонии выступил президент вуза Сейчи Мацу. Уважаемый господин президент, я знаю, что это первый ваш визит в Японию. Вы внесли огромные перемены в развитие академической сферы вашей страны, проводите реформы, открывающие страну миру. Вы многое делаете для людей. И мы, без сомнения, поддерживаем ваши акценты на подготовку новых кадров. Это станет ключевым вкладом в дальнейшее развитие Узбекистана. Ваше превосходительство, несмотря на занятость, вы нашли время посетить наш университет Ногой. Спасибо большое вам за такое внимание. Мы сердечно приветствуем вас. В своей речи профессор Мацу поздравил руководителя нашей страны с присвоением почетного звания доктора Ногойского университета. Он подчеркнул, что в принятии решения учитывался огромный вклад руководителя нашей страны в развитие науки и образования в Узбекистане, осуществляемые широкомасштабные реформы в этих сферах, а самое главное – его научная и академическая деятельность. Профессор отметил, что глава Узбекистана уделяет огромное внимание развитию связи между двумя странами в сфере науки, а данное решение является отражением стремления сторон к дальнейшему расширению долгосрочного и перспективного сотрудничества в области образования. Президент Шавкат Мерзиев в свою очередь выразил благодарность правительству Японии и руководству университета Ногой за такое внимание. Отметил, что это является отражением высокого уважения и почтения к Узбекистану, признанием достижений страны в сфере науки, образования, свидетельством прочной дружбы между нашими народами. «Мы признаем Ногойский университет как одно из самых престижных научных и образовательных учреждений в мире», – сказал руководитель. «Для меня большая честь быть удостоенным звания почетного доктора этого университета, который подготовил множество лауреатов Нобелевской премии». Президент Шавкат Мерзиев поделился о том, какие усилия бросаются в нашей стране на реформирование и развитие сферы образования. «Мы твердо уверены, что завтрашний день Узбекистана зависит от современных кадров», – сказал он. «Три года назад была принята совершенно новая стратегия действий по развитию Узбекистана. В ее рамках проводятся последовательные реформы в пяти приоритетных направлениях. И в этом процессе, – сказал глава нашего государства, – мы уделяем особое внимание эффективному использованию опыта самых передовых стран, в частности, передового японского опыта. Япония – наш проверенный временем стратегический партнер», – подчеркнул Шавкат Мерзиев. «Мы рассматриваем этот визит как отражение совершенно новой эры в истории нашего взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества». Говоря о партнерстве двух стран в сфере науки и образования, глава нашего государства высказал ряд инициатив. В том числе в целях дальнейшего расширения сотрудничества он предложил создать Узбекско-японский фонд по научно-академическим обменам и трансферу технологий. Данный фонд послужит реализацией совместных проектов по финансированию двусторонних научных исследований, совместных изысканий молодых ученых по обмену студентами и профессорами-преподавателями двух стран. «В современном мире человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи, высокие технологии являются краеугольным камнем быстрого и устойчивого развития. Нашим приоритетом, подчеркнул президент, является подготовка креативных, думающих профессионалов с высоким интеллектуальным потенциалом. Сегодня в нашей стране уже действуют филиалы ряда ведущих вузов различных зарубежных стран. И это лишь начало. «Мы создадим в Узбекистане все условия и возможности, чтобы молодежь была способна проявить свои таланты», сказал Шавкат Мерзиёев. «В знак дружбы Узбекистана и Японии президент нашей страны передал библиотеке университета Нагоя ряд книг и альбомов, изданных нашей стране на японском и узбекском языках». Встречи и переговоры, события продемонстрировали политику открытости нашей страны. По каждому аспекту повестки найдены точки взаимного интереса. На этом насыщенная программа пребывания президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в Нагое завершилась. Глава нашего государства вылетел в Токио. Данный официальный визит президента Шавката Мерзиёева в страну восходящего солнца называют по праву историческим, во всех отношениях прорывным. К нему тщательно готовились, проработали весь перечень приоритетных задач и документов. Здесь, в столице Японии – Токио. Административном, финансовом, промышленном и политическом центре страны. Мегаполис признан крупнейшей городской экономикой мира. Он – штаб-квартира ряда ведущих глобальных инвестиционных банков и страховых компаний, выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии. Это адрес активной инвестиционной деятельности самых передовых хай-тек-решений. Политический эстеблишмент – деловое академическое сообщество в восточной столице, буквально так в переводе звучит название Токио, с огромным интересом ждало приезда руководителя нашей страны. Об активных реформаторских усилиях, которого знают благодаря уже успешно реализованным совместным проектам и программам. А их немало. Налицо мощный рост товарооборота, качественная перезагрузка инвестиционного партнерства, активизация делового сообщества двух стран. Так, с января по октябрь 2019 года взаимный товарооборот составил почти 360 миллионов долларов. Но это только начало, уверены стороны, в дальнейшем наращивании контактов. Налицо стремление задействовать потенциал, расширить взаимодействие. И вполне закономерно, что в течение последнего времени предстоящий визит президента Шавката Мерзиёева стал информационным поводом номер один, по-настоящему резонансным событием. Мощный взлет экономических отношений продемонстрировал состоявшийся здесь, в Токио, бизнес-форум. Сегодня в международном аэропорту Ханеда. По особенному торжественной обстановке встречали президента Шавката Мерзиёева, прибывшего в столицу Японии из города Нагоя. Руководителя нашей страны с супругой приветствовали министра образования, культуры, спорта, науки и технологий по вопросам восстановления системы образования Японии Хагиуда Каичи, специальный представитель Министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии Хидеки Уяма и другие официальные лица. По случаю прибытия высокого гостя в воздушной гавани были вывещены государственные флаги Узбекистана и Японии. Выстроен почетный караул. Яркий церемониал подчеркнул особую значимость данного официального визита, открывающего новую страницу в развитии узбекско-японского партнерства. Как дань высочайшего уважения президенту республики Узбекистан Шавкату Мерзиёеву здесь, в Токио, предоставили резиденцию во дворце Акасака. Известно, он был построен как императорский для наследного принца в 1909 году. Его площадь 15 тысяч квадратных метров. В настоящее время он официально используется для проживания высокопоставленных представителей других государств. В 2009 году ему был присвоен статус национального сокровища Японии. Сегодня в стенах этого уникального исторического комплекса глава нашего государства провел ряд знаковых встреч. Руководитель нашей страны принял заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо. Глава нашего государства с глубоким удовлетворением отметил последовательное укрепление узбекско-японских отношений, дружбы и стратегического партнерства, а также расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество. Высоко оценены плодотворные итоги бизнес-форума с участием беспрецедентного числа компаний и банков двух стран, состоявшегося накануне визита на высшем уровне. На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях. Отмечена важность подписываемых в ходе визита двухсторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела, что сформирует благоприятные условия для развития долгосрочных деловых контактов. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам реформирования отрасли экономики и финансовой системы. Затем президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев встретился с представителями Японской парламентской лиги дружбы с Узбекистаном. Во встрече принял участие ряд членов лиги во главе с её председателем, заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо. Следует отметить, что межпарламентские связи формируют прочную основу для узбекско-японского многопланового сотрудничества. Отношения между парламентариями двух стран были установлены в 1993 году. В Японии образована парламентская лига дружбы с Узбекистаном. В её состав входят видные политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты, а самое главное – настоящие и надёжные друзья нашей страны. Проведены два совместных заседания межпарламентского форума. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы расширения практического сотрудничества наших стран, укрепления дружбы между народами Узбекистана и Японии. Достигнута договорённость провести третье заседание межпарламентского форума в Ташкенте. В присутствии президента Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве между межпарламентской группой Оли Маджлис, парламент Японии нашей страны и японской парламентской лигой дружбы с Узбекистаном. И сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл в Токио встречу с представителями деловых кругов Японии. В ней приняли участие руководители ведущих корпораций, компаний, финансовых структур, таких как Джетра, Джайка, Джебик, Недо, Джомик, Митсубиши, Иточу, Сумитома, Марубени, Исузу и других. В начале встречи представлена информация об итогах прошедшего 16 декабря в Токио японско-узбекского бизнес-форума. Глава нашего государства призвал компании и финансовые структуры Японии активно участвовать в реализации инвестиционных проектов в Узбекистане. Япония – наш стратегический партнёр. Мы вместе проделали большую работу по модернизации отрасли экономики и инфраструктуры в Узбекистане. Наш визит нацелен на открытие новой страницы в истории двухсторонних связей. Ещё много незадействованных возможностей. Новых проектов в торговле, энергетике, химической промышленности, сферах транспорта, туризма, переработке плодовощной продукции и оказании услуг, сказал президент Шавкат Мерзиёев. В нашей стране создаются широкие возможности для иностранных инвесторов. Приняты необходимые нормативно-правые акты для стимулирования и защиты их деятельности. Устранены различные препятствия на пути развития бизнеса. Значительно упрощены процедуры экспортно-импортных операций. Снято ограничение по репатриации прибыли иностранных инвесторов. Принимаются меры по укреплению и обеспечению независимости судебной системы. В результате преобразования по улучшению деловой среды в составляемом Всемирным банком рейтинге ведения бизнеса 2020 Узбекистан занял 69 место, поднявшись за последние годы на 100 позиций и вошел в число 20 лучших государств-реформаторов. Впервые наша страна поднялась на 8 место в мире по удобству открытия новых предприятий. Президент отметил, что в Узбекистане осуществляются коренные экономические реформы, которые приняли необратимый характер. Японские предприниматели высоко оценили реформы и преобразования, осуществляемые в Узбекистане. Подчеркнули, что либерализация валют, и налоговая система, упрощение порядка получения виз создали дополнительные возможности для успешного ведения бизнеса в Узбекистане. Они выразили уверенность в том, что официальный визит президенту Узбекистана придаст новое содержание взаимовыгодным связям между деловыми кругами двух стран и станет импульсом для более активного участия японского бизнеса, включая малый и средний бизнес в реализации инвестиционных проектов в республике. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития партнерства между компаниями и финансовыми организациями двух стран, перспективы реализации различных программ и проектов, расширения поставок продукции и оказания услуг. Напомним, основные мероприятия знакового события. Первого официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в страну восходящего солнца состоятся завтра. Руководитель нашего государства проведет переговоры с премьер-министром Японии Синзабе, по итогам которых планируется подписание совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Японией. Кроме того, будет подписан солидный пакет документов. Всё ориентировано на мощное расширение контактов. Состоятся и другие важные мероприятия. Мы будем подробно информировать вас о них. Сергей Алибаев, Шавкат Кадыров, Батюёрфа Зюлайв. Специально для программы Новости 24 из Токио.